Здравствуйте! В этом видео мы сейчас протестируем работу панели укроп-керамик 500 Керамический обогреватель электрический Как дополнительное отопление в комнате на 11 квадратов Высота подлака 2,5, это 5 этаж, 9 этажки Внешняя стена вот эта вот, неутепленная Закрыта ковром, белый кирпич И здесь лоджия Здесь застекление, а лоджия не застеклена У нас есть центральное отопление Давайте сразу же замерим, сколько оно нам показывает Так, показывает 44,5 градусов Центральное отопление работает Сейчас у нас температура воздуха Выключаем терморегулятор 21,2 градуса Задача поднять температуру воздуха в комнате И удержать на уровне 23,5 Максимальный И 23 минимальный Есть, да? Значит, для этого мы будем использовать Эту кирпичную панель в районе кровати Сейчас мы измерим Какой поверхность Температура поверхности предметов В районе панели До обогрева 21,5 Кровать 21,4 21,3 В районе панели Так, у стенки 23 28 Температура поверхности стен Смежная стена с туалетом 21,3 Так, там где соседка Это теплая соседка 29 Пол 20 Потолок 21 Наружная стена Которые холодные 16,8 16,4 Так, и температура воздуха сейчас На дворе Только что я смотрел Было минус 10 Интернет-градусы показывают Минус 7 На самом деле Минус 10 сейчас Во дворе Мы включаем на ночь Утром проверим Потребление От панели А сейчас мы подключим Саму панель Посмотрим Что у нас с напряжением Сколько она ватт Показывает нам Это ваттметр Лиманца Вот мы подключили панель У нас сейчас Вот прошло время Панель начала работать Потребление у нее Сейчас на уровне 487 Ватт Это мощность Влинея 47 ватт 213 вольт Сейчас в сети 50 герц Вот Есть Подключаем значит К ваттметру Терморегулятор И В регулятор Вилку Панель Потом регулятор Ваттметр Вот так вот Щелк Видите да Все Регулятор Ключил панель Вот время Пошло здесь А завтра С утречка Мы снимем видео Замерим показатели Спасибо за внимание Еще забыли Один важный момент Значит температура В районе Кровати Кровати Та зонок Где нам Это интересно Показывает сейчас Удивительное счет Показывает здесь 24 градуса Хотя вроде как Не ощущается Только что Проветривали И влажность На уровне 38-39% Итак Сегодня 24 января 2016 года За окном У нас Минус 13 градусов Посмотрим На результат Работы Инфроградной панели Сегодня Ковидник Так 47 47,7 47,8 47,7 Это Градусов Температура Поверхности Центрального Отопления Так На терморегуляторе Сейчас 23,3 Вот Мы немножко Открывали дверь Немножко поступил Воздух Температура Чуть опустилась Сейчас где-то 9 утра Панель у нас Работает В данный момент 77 70 85 80 79 Так Ну вот Даже 80 Да В общем 84 85 В среднем Температура Памели Ниже У нас Всегда меньше Сверху Всегда больше Такая Особенность Панели За панелью На отражателе Температура 49,7 А на стене 24,9 Это смежная стена С теплой сеткой Посмотрим Что у нас Под отражателем 25,3 На отражателе 49, да Все-таки Отражатель Дает Свой эффект Так Дальше В районе кровати Температура поверхности Кровати 24,7 Это у нас Одеяло Шерсти Так Температура поверхности Кровати 25,6 В районе панели Так А если взять У холодной стены У холодного ковра 25,3 Перепад небольшой Ковер 21,3 Смежная стена Туалия 23,2 Так Температура Воздуха В районе панели В рабочей зоне Нашей 23,8 Влажность 45 Полотенце Я все-таки На ночь Вешал Вот такая Вот маленькая Так Температура пола 28 Потолок 22,4 Смежная стена С соседкой В районе Уже Окна 22,5 Наружная стена 18,2 Есть А теперь посмотрим На потребление Так На потребление Значит так У нас Мы где-то 9 вечера Включили И 9 утра Выключаем И у нас Показывает Что работало Отопление 6 часов 48 минут Так Посмотрим Потребление Так Потребление 3 киловатта 528 ватт В принципе При минус 13 Это неплохой Показатель Так Ну и сейчас Посмотрим Что у нас С сетью Что показывает С напряжением Сейчас Панель Показывает Можность Панели 506 ватт Напряжением Сети 217,8 вольт Ну что ж Сделаем Тогда Анализ Потребление Инфракрасной Панели Крупка Рамик 500 В комнате 11 квадратов 5 этаж 3 этаж Неутепленная Угловая квартира Белый кирпич Итак Мы занесли Данные 6 дня Таблицу И сейчас Сделаем Анализ У нас Работала Укроп Керамик 500 Вот Ссылка На Описание Этой панели В магазине Экообогрев Точка Ком Вот Все та же Квартира Мы В опытах Своих Еще и не Меняли Испытываем Квартиру И комнату Вот У нее Данные Шестой День Сравниваем Вечер И утро Значит Вечером У нас Было На улице Минус 10 На утро Минус 13 На 3 градуса Мороз был Больше Соответственно Центральное Отопление На это Отреагировало Видим На 3 градуса Ровно У нас Поделась Температура В батареях На утро По сравнению С вечером Так 47,7 На утро Становило Так Дальше Температура Воздуха Воздуха В комнате Вечером Было Без Нашей Керамической Панели Кроп Керамик 500 21,6 На утро Она выросла До 23,3 Но фактически Регулятор Щелкал На протяжении Ночи То есть 23,5 По цельсию Температура Воздуха В комнате Была Достигнута Комфорт Сразу скажу Что комфортно Было Спать Об этом Средствует Температура В районе Кровати 23,8 Фактически Около 24 Но так И было Так Дальше По влажности По влажности Мы фактически Влажность Даже подняли Ну В принципе Подняли За счет полотенца У нас Задача Была Не убавить Его Не убавить Так Панель Выдавала Мощность На утро 506 Ватт Дальше Показатели Температуры Поверхностей У нас Улучшились Поднялись Где-то В среднем На 2 Градуса Наружная Стена 18,2 Было 16,8 Внутренняя Стена На 2 Градуса Так Пол Всего Лишь 0,8 Потолок Больше Нагревается Кстати На 1,4 Градуса Нагрелся Что Средит О том Что Все-таки Конвекция Немножечко Есть И за счет Центрального Отопления И за счет Керамические Панели Но совсем Небольшая Видите Припад У меня Небольшой Между Полом И потолком Много Сока Получается Не полных 2 градуса Полтора Градуса Вот Дальше Температура поверхности Кровати Кстати Вот это Очень важный Показатель Это в районе Наши Керамические Панели Кровать Находится И мы Там же Измеряли Эту точку На 3 градуса Подняли Температуру Кровать Вот Ну и На момент Испытания У Сутричка Панель Была Поверхность Имела 85 градусов Так По потреблению Очень интересный Показатель По потреблению Если учесть Что Панель Была Подключена К розетке 12 часов Но работала Всего лишь Неполных 7 часов Считая Что 7 часов То есть Терегулятор И включал Вот И она Проработала 7 часов Потребление Составило Всего лишь 3,5 киловатта То есть Если этих 3,5 киловатта Разделить На 12 Часов Мы получим 294 ватта Потребления В час Это Удельное Потребление В среднем За час Подключение Панели К розетке Предыдущий Показатель У нас Был День Пятый 462 Ватт В час Там Немножко Мы Исправили Здесь Ошибку Ошибка В формулах Была В том Что Вот это Пятого дня И остальных Дней В том Что Значение Всего Потребления Делилось На Время Которое Она Проработала Фактически А нужно Делить На время Общее Эксперимента Вот Эта Разница Между Этим Временем Это Работа Терморегулятора То есть Если Фактически Время Меньше Чем Общее Время Эксперимента Это Означает Что Терморегулятор Нам Сэкономим Электроэнергию За счет Точности Регулировки Климата Вот Так И Что мы Видим Мы видим Фактически Экономное Потребление При таком Сильном Морозе У нас В принципе Еще один День Был Такого Сильного Мороза Это День Два Ну Вот Можем Давайте Тогда Сравним Сравним Что У нас Работало Во Второй День У нас Работало Две Панели Теплокерамик По Тридцать Семьдесят Ватт Они Выдавали Нам Может Семьсот Двадцать Ватт А здесь Мы Имели Керамическую Панель Укроп Керамик Пятьсот И Можете Пятьсот Шесть Ватт Вот Приблизительно У нас Одинаковая Температура Вечером И Днем Значит Что У нас По Центральным Отоплением Центральное Отопление Было День Два Сорок Восемь Градусов День Шесть Сорок Семь Градус И Семь Фактически Одинаковое Центральное Отопление Вот И потребление У нас Теплокерамик Показал На уровне 346 Ватт В час Тоже 12 часов Считай Что Было Отопление Работало У нас Было Подключено Вернее К розетке Вот 346 Ватт Показал Теплокерамик В среднем В час Потребление 294 Показала Одна Панель Укроп Керамик Ну Даже Укроп Керамик Здесь У нас По Показателю Экономии Опередила Теплокерамик Если Взять Что Исходные Дания Фактически Считай Что Одинаковые Вот Поэтому У нас В экономии Пока Лидирует Пока Лидирует Укроп Керамик Если Сравнивать Исходные Данные Одинаковые Потому Что Если Сравнить Вообще Все Данные То Получается Что Пока Лидер Теплокерамик В количестве Две Штуки Модель ТС 370 На уровне 196 Ватт В час Но Опять Здесь Мы Видим 48 Градусов Одинаковую Температуру Центральной Батареи А Мороз Совсем Другой Поэтому Я считаю Что Этот показатель Первого Дня Не нужно Брать В сравнении Вот А вот Второй И шестой День Как раз Вот Сравнивается По Исходным Данным Ну Пока Спасибо За Внимание Подписывайтесь На мой Канал Ставьте Лайки Если вам понравился Обзор И Ждем Ваших Отзывов И комментариев Продолжение следует Продолжение следует